...построить зоопарк. 15 лет не давали землю под зоопарк. 15 лет. Потому что депутаты и чиновники говорили честно, мы тебе дадим землю, 3 гектара, ты построишь какие-то вольеры там, потом, когда земля будет твоя, ты снесешь вольеры со зверушками, продашь землю и уедешь куда-то там на Майами, куда там они уезжают. Но, возможно, каждый думает в силу своей, так сказать, испорченности. Мы с Леной Юрченко это все хорошо знаем. Вот, проходили, мы прознали первые 10 лет сказки. И вот на 15-й год, все-таки, немытьем докатанием, я заставил чиновников заважать то дело, которым я занимался, и сказки была выделена на конец земля. То, что придя в Белогорский район на разрушенную военную базу, которая находилась вообще в стороне от туристических путей, ну, будет проще получить землю. Ну, не тут-то было. Тоже 6 лет с проблемами. Из вас рестораторы, хозяйственники, толк 1260 килограммов мяса в сутки. День прошел в сутки, есть у тебя там посетители, нет посетителей, льва это вообще мало волнует. С ним, конечно, можно договориться. Слушай, ну, вот кризис там, Потерпи. Потерпи. Там логистика нарушена. Он говорит, окей, я сутки поголодаю. Даже двое готов поголодать. Моих объектов очень большой, и сегодня, как я написал, о масштабировании говорить. О масштабировании. Да, и мы сегодня, несмотря на то, что у нас и так большая территория, которую за день обойти, это, собственно говоря, трудно. И поэтому некоторые остаются в гостинице, чтобы на следующий день там обойти, не спеша насладиться. Но мы увеличиваем территорию в полтора раза. Правительство Крыма дало нам 47 гектаров для российских территорий. И поголодать. Но на третьи сутки ему нужно уже не 7-10 килограммов на его 300-килограммовую морду, а 7-15-20. А если ты осторождаешься, они так часто проходят такой путь. Уничтожить можно почти любого. Вот дядька сидит, хороший, красивый, древший. Ну, не нравится, мне как начнут сейчас, понимаете, за что? К телеграфному столбу можно придраться, а вот тем более, когда идет такое, есть такое большое, глопотное хозяйство. Я всегда делюсь своим опытом с другими предпринимателями, которые хотят создать тот или иной объект похода. Всегда проконсультирую, помогу всем, что сейчас с новыми регионами. Получилась такая история, что вот сегодня зам губернатора был Херсонской области, Виталий Викторович, и я попросил царя Владимира Васильевича, губернатора, передать большой привет. ...направлениями, и главный вопрос, когда? Когда у вас получится примерно это сделать? Слушайте, как бы вы представляете, будьте добры еще раз. А в торгово-браночная палата. Вы тоже виноваты. В том, что в мире строительных египетов. Проект сумасшедший, его может построить, наверное, только Олег Зубков, потому что Герман Греб, когда увидел этот проект, он говорит, слушай, ну что я тебе раньше не знал, ну что ты бы построили вместе? И Герман говорит, да ладно, я потихоньку сам там где-то что-то как-то. Он говорит, сколько же он стоит? Когда он увидел макет этого проекта, я его задумал еще 12 лет назад. Этот проект, который повторяет полностью не только коллизеи миниатюри, древнеримские, но и все, что было по Беллииным в этом коллизее. Там будут плавать и суда, то есть и водное шоу, когда заливали подвалы коллизея. Но самое главное, этот проект может быть осуществлен только окропалк парка Львов Тайган, потому что живые люи из парка Тайган выходят на аллею коллизе и устраивают представление в третьем отделении. Судами, огромное количество выставочных площадей для крымских художников, гробокопателей, золотоискателей и всех остальных, которые в чемоданах до сих пор прячут свое золото и негде выставиться. Вот, это семиэтажная гостиница, это вечернее представление, на котором вы не останетесь равнодушными, потому что каждая звезда за год до этого будет знать, какой день у нее, потому что Крым это все-таки турист, отдых, и сегодня добраться до Белогорска, до этого места, ну, это очень просто, хоть из Симферополя, хоть из Севастополя один час, хоть уж из Керчи и Керодосии, судака, очень просто, парковки большие, поэтому этот проект я должен уже строить в 10 лет. Но, к сожалению, вот это вологито, вот это доказание, что я не верю, что нужно дать развиваться. Подняли у меня 10 лет. Сегодня власти, вроде бы, говорят, строго. Ну, это бизнес-подход или как у вас это называется? То есть, поближе надо к людям жить, поближе, и вот вы говорите, как, предприниматели, там, что, да, к человеческим лицам к ним надо относиться просто-напросто. Все красиво говорят, а найдешь бумаги подписывать. Я подписал эти бумаги, где-то имеется, два года делали документы, семь лет воевали, и я пришел в Минимущество, подписал 11 договоров за 11 участков, не читая, как всегда, доверяя государственным органам власти. Оксане, супруги свои отправят, Оксана, оплати, мы теперь землей, оплати, а именно мы платим до конца года, как это вот всегда делаем. Звонит через час, говорит, ты сумму видел? Я говорю, что смотри, за парк мы платим два с половиной миллиона, за 32 гектара, я им 47 гектара и собственности своей подарил, но они же понимают, что дают мне там на время строительства, и так далее, ну что это, ну 4 миллиона, 5, 48 миллионов.